Одежда-то, ладно, будем в одном и том же ходить, это полезно. Нет, стоп, давайте по частям. У нас сейчас все объявляют о том, что они вот-вот повысят цены, да. Значит, электронщики объявили о том, что будут повышать цены, потому что стоял на мели Эвергейн, вот, а, соответственно, какие-то компоненты не пришли, там планшеты задержались, задержки поставки, разрушение цепочек. Так что, ну, будем повышать, да, процентов на 20. Ритейлеры одежды говорят, что, ребята, все, хлопок подорожал, он реально подорожал из-за всех этих карантинных ограничений. Тоже из-за Суэнского канала? Нет, из-за карантинных ограничений, из-за заморочек в Китае, плюс лишние деньги напечатали. Значит, хлопок подорожал, все подорожало, и, соответственно, доставка сложнее, контейнеров не хватает, поскольку дешевые, скажем так, вещи из Китая не приехали, что теперь у нас будут торговать дорогими, а дорогие стоят дороже, фабрики в Италии стояли, в общем, масса оснований. Ну, а такси? Значит, давайте смотреть, цены поднимают, все-таки сейчас, не таксисты. Ну, сейчас агрегаторы, наверное. Агрегаторы, да, агрегаторы, получающие свою комиссию. Действительно, они очень гибко реагируют на любое колебание спроса, условно, я вот сюда приезжаю, я прекрасно знаю, как скачет цена на такси от всего, в зависимости, там, дождь, ветер, пробка, да, моментально поднимается. Поэтому здесь бы я таксистов не ругал, самих по себе. Ну, я никого не ругаю, я-то просто рассчитываю, насколько в кошельке меньше денег. Нет, ну, конечно, будет меньше денег, потому что здесь у нас самая очевидная реакция на все, что происходит в экономике, у нас это повышение цен, потому что, вот так, все понимают, что денег у людей не будет в ближайшее время, это следствие той политики, которая проводится. А здесь, если у вас кризис, и цены, там, людей не стало денег на какое-то время, да, то повышать цены, ну, уйдут покупатели, да, если это на короткий период. А если это надолго, ну, как раз повышается такая обратная реакция. Те, кто могут платить, заплатят, те, кто не могут. Ну, они и не клиенты все равно. Понимаете, здесь, как вот на Титанике было, пассажиров первого класса сажали в шлюпки, а остальные могли спасаться, как хотели, собственно. Никаких препятствий, хочешь прыгать за борт в спасательном жилете, хочешь стой на полу. К тому, что у людей остается меньше денег. За первые два месяца этого года увеличилось на 22% количество жалоб, поданных на микрофинансовые организации. О чем это, Дмитрий, говорит? Это говорит о нескольких вещах. Во-первых, то, что начали закручивать гайки банки, которые стараются не выдавать уже невестичных кредитов, за это и Центробанк, там, стучит кулаку на них, чтобы не выдавали и законопроекты соответствующие, новые готовятся. Людям не дают денег. Значит, они куда идут? Они идут к ростовщикам. Ну, что такое микрофинансовая организация? Значит, соответственно, а там дополнительные страховки, дополнительные условия этого кредита. Бывает так, что человек получает одну сумму, а дополнительно он должен заплатить за все эти сервисы. По фронту риски. Понятно, что когда человек по паспорту приходит, у метро пытается взять 10 тысяч рублей, большой шанс, что он их никогда не вернет. Но люди начинают потом писать жалобы. Хотя Центробанк, в которых большинство, кстати, отказывает. Ну, это просто попытка такая как-то защититься от давления уже потом коллекторов и так далее. Схлопнется этот сегмент микрофинансовой организации. Ну, совсем будут занимать у ростовщиков. И там уже конкретно люди будут вышибать эти долги, как вышибали раньше. Продолжая эту тему долгов. В России с 1 апреля перестанет действовать рекомендация ЦБ для банков не обращать взыскания на заложенные квартиры, если они являются единственным жильем за емщика и так далее. Что нас ждет? Значит, ждет, что все, сказала начальство. Все карантин закончили, все пошли на работу. У кого нет денег, пусть меняют на себя. Если год назад, как раз вводили карантин год назад, и достаточно быстро понимая, что у людей не будет денег, будут заморожки, Центральный банк отреагировал довольно быстро, что, ну, типа, оставьте людей в покое пока. Ну, тоже не просто в покое. Ты должен был подать документы, у тебя должно было два месяца то, что ты болел, ты должен был собрать пачку справок. Ну, в принципе, то сейчас нет, все. Не можешь платить. Все, пошел вон. Кстати, к годовщине первого карантина. Да. Год ровно. Год, кошмар. Ужас. Ну, мы вроде как справились-то не очень неплохо. Я имею в виду Россия. Нет? Слушайте, что мы считаем справились? Нет, то, что государство нарастило свои запасы, безусловно. То, что в Москве элитное, что Москва стала лидером в европейском рынке по продаже Роллс-Ройсов, и темпом роста на элитное жилье стал Петербург. Да, в Москве там на 20% подходили элитные комплексы. Доходы высшего нашего там 0,1% поднялись совершенно ураганно. Да, вот это считать успехом. Ну, а мы получили то, что мы получили. Провал по работе, провал по доходам, который восстанавливаться совершенно не будет. Вообще все, что связано с карантином, власть использовала в своих интересах просто виртуозно. Ну, подождите, а что значит не будет восстанавливаться? То есть на это просто больше времени понадобится? Нет, это не стоит в приоритетах. Ну, вот живите, как живите, вот на том уровне, на котором оказались никакого роста в ближайшее время, там доходы. Все ожидать нельзя, потому что мы видим, какие бизнесы развиваются. То, что на самое дешевое, на самое там доступное, все вот это. То есть все, средний класс у нас вымылся. Останутся те, кто ходит в фикс прайс, а те, кто будут ходить в дорогие бутики, где тоже все хорошо. Но у нас объявлена война с нищетой, как-то параллельные процессы будут существовать. Слушайте, ну все, что давайте так. Сомневаться в том, что видят глаза и верить тому, что слышат уши, да, это написано вот на первой странице самого знаменитого японского трактата о власти, да. Такая ошибка свойственна многим. Вот давайте будем верить тому, что видят наши глаза и сомневаться в том, что слышат наши уши. Если это, конечно, не наша передача. Нам верить можно. Дмитрий Прокофьев, экономический обозреватель Эхо Петербурга, был с нами сейчас о погоде. Метеоскоп. Шесть градусов тепла сейчас в нашем городе, дует юго-западный ветер, скорость его от трех до пяти метров в секунду. Давление сейчас составляет 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 95 процентов. Геомагнитное поле спокойное в ближайшие три дня, поэтому, если вы метеозависимым, все в порядке. Сегодня плюс семь, плюс девять днем и без существенных осадков. Завтра такая же температура дневная, плюс два, плюс четыре – это ночью. Ночью без существенных осадков, а вот днем умеренный дождь. С первого апреля, плюс шесть, плюс восемь. На этом мы прощаемся, всем хорошего дня. Радио «Эхо Москвы». Девять часов московское время, доброе утро, информационная программа «Эхо» в эфире. Я уже включила. У нас есть, можем продолжить про экономику. Подключены микрофоны. Я просто пытаюсь посмотреть, нет ли у нас здесь вопросов. Задавайте свои вопросы Дмитрию Прокофьеву, уважаемые слушатели. Сейчас мы обсуждали базовый доход с вами. Было такое дело? Да, базовый доход обсуждали. Но на самом деле, кроме базового дохода, сейчас я вспомню, у меня был какой-то к вам вопрос. А, про приватизацию-то мы успели в прошлый раз? Успели, успели. Мы еще что-то не поссорились с Витальем Наумовичем. По итогам приватизации. Ну, кстати, если уж мы, во-первых, действительно годовщина вот этого нашего карантина. И надо сказать, что у нас ведь вот эта вся история с удаленной занятостью, которая совершенно там всех восхитила, да, и сейчас там вообще было дело, в Европе работало 30% вообще вот сидело удаленно, конкретно работало. А если считать, что тех, кто частично, кто-то ходил в офис, кто-то работал удаленно, у тебя половина, да. В Штатах был момент, половина сидела на удаленке. Это при том, что до карантина, по оценкам Международной Организации Труда, в лучшем случае 3% работали удаленно. А у меня вот сразу вопрос возникает. Это говорит о том, что половина людей в Соединенных Штатах и в Европе ничего не делает руками. Ну, то есть они могут работать свою... Не совсем так, но правильнее сказать так, что эта половина условно-зарабочих мест требует такой квалификации людей, которые могут позволить себе работать удаленно. Вот так правильно сказать, как скажут экономисты. То есть речь идет не о том, что они делают руками, а о том, что уровень квалификации позволяет им переключиться на удаленную работу. Но буквально вот в марте вышло распубликованное исследование, в котором участвовал наш замечательный экономист из Высшей школы экономики в Петербурге Сергей Качко вместе со своими соавторами из Бельгии, из Канады. Они провели совершенно великолепное исследование, как на самом деле удаленная работа влияет на экономику. Здесь могу сказать сразу коротко. Плохо влияет, и вот эти все фантазии, что мы будем работать вот сейчас, прекрасно, у нас тут будет хорошая экология, у нас тут будем мы сейчас в комфортабельных сидеть вместо этих ужасных бизнес-центров, мы будем на окраинных чудесных домиках работать удаленно, и нам будет доставка, и так все будет хорошо. Экология чушь – это собачья. Почему? Да потому что у нас экономика, то, что нас окружает, да, она строится на так называемых агломерационных эффектах. Что это такое? Когда мы, город, вот наша агломерация, да, допустим, в нашей ситуации Санкт-Петербург, вот ближайший район Ленинградской области, это с точки зрения рынка труда система с положительной обратной связью. То есть, чем больше людей концентрируется на сравнительно небольшом пространстве, самых разных людей, с самыми разными квалификациями, тем быстрее они, каждый из них, могут, ну, может найти, что называется, свою экологическую нишу, может найти себе рабочее место, и, что самое важное, он может быстро сравнить эти рабочие места. Плюс, обмениваясь опытом, да, вот эти наши знакомства, эти наши общения, короткое общение, мы можем, а, повышать свою квалификацию, б, находить какие-то возможности для новой работы, и, ц, вот эти все высококвалифицированные сотрудники, работники, общаясь между собой, вот так вот там, причем не во время официальных рабочих совещаний, а просто потому, что, не знаю, сидят рядом кофе, пьют. Это и есть та среда, в которой генерируются какие-то новые идеи. Плюс, что такое вот эти, там, офисы в центре города, где сидят вот высокооплачиваемые, высоко квалифицированные люди. Они создают массу рабочих мест для людей с более низкой квалификацией, которые позволяют себе, которые, значит, их, ну, обслуживают вот эту всю пирамиду, да. Что будет, если мы, вот эти вот высококвалифицированные работники, сидя в своих квартирах, сидя с компьютерами, работают удаленно? Первое. Не нужны все люди, которые их обслуживали, все, они все вылетают на пособие, ну, там, на макроуровне, да. А, соответственно, а вот эти люди, да, они у них начинается, с какого-то времени у них начинается замедление инноваций, замедление вот этого вот технологического развития, замедляются генерации идей. Это, на самом деле, еще лет, скажем так, впервые об этом заговорили в 70-е в Массачусетском технологическом институте, когда только началось вот это вот, еще интернет был совсем, там, в пеленках, да, уже сказали, что, ребята, нет, удаленка, удаленная коммуникация, с ней не все так просто. Потом это в начале десятых это уже доказали с цифрами уже на новых уровнях. Сейчас новость им подробно, да. Значит, вот смотрите, если так нарисовать. Сначала, если мы сокращаем вот рабочее время в офисе, допустим, даем там один день максимум, вот что новое исследование, которое Кичко проводил, доказало, что если мы, допустим, у нас удаленный этот рабочий день один, максимум два в неделю, то сначала производительность немного даже растет, экономика даже чуть-чуть растет. Почему? Потому что возникает спрос на дополнительные коммуникационные услуги, плюс человек перестраивается на вот эту удаленную работу, значит, он несет какие-то дополнительные сдержки, ну, не знаю, там, ему надо новый компьютер надо будет купить, ему надо будет еще там, там, он стал, ходил раньше, там, допустим, в ресторан, да, а он стал заказывать там дома доставку или там, не знаю, там, в магазинчик у дома стало ходить, что-то появилось. Но потом, если уже там три дня в неделю мы удаленно работаем, все, все показатели валятся вниз, да, переходим на удаленку полностью, ребята, мы получаем экономические права. Я просто знаю, что некоторые компании поняли, что, ну, работает же, то есть все, в общем-то, да, все происходит примерно так же, как и раньше, а при этом аренду платить не надо. Некоторые даже сократили арендные площади. Прекрасно, они сократили арендные площади. Что происходит вся, значит, наша, условно говоря, у нас же квартира, ну, давайте по-честному, у нас квартиры это спальные места. Это спальные места, места для развлечения, но они так строятся. Сейчас что, работать из квартиры ты не можешь. Ну, кабинет сложно себе позволить. Кабинет это сложно себе позволить, это реальная привилегия. Вот такой рабочий полноценный кабинет, закрытые двери, чтобы туда не лезли дети, чтобы там была тишина, чтобы там, кабель, это уже розыск. Ну, спальные места, развлекательные, все остальное мы проводим где-то. На кухне мы работаем. Да, вот, в лучшем случае, там, разложили компьютер на кухонном столе и тут что-нибудь там напечатали утром перед работой. Все. То есть, с точки зрения девелоперов, ну, прекрасно, за офисные площади не будут платить вот эти арендаторы офисов. Ну, значит, будут платить за дополнительные комнаты люди, которые поехали в эти спальные районы. Потому, что очень быстро поймут. В Штатах с их большим количеством комнат, да, с их разбытком в жилплощади, у них это не так болезненно прошло, да. В Европе уже тяжело, а там все-таки она покомпактнее очень много. Причем европейцы, они гораздо больше, как бы, да, вот у нас есть здесь офис, здесь дом, и вот это вот. Это не Америка, где человек там запросто, то есть, в квартире открывает офис, ведет там какие-то цены, брокерскую контору может открыть, да, а там для консультации будет встречаться. Нет, Европа все-таки в этом смысле, вот есть офис, вот есть рабочее место, все. Так что, нет, ребят, это удаленка, это очень, это как у ковида тяжелые последствия потом, да, вот так и здесь, вот эти все игрушки с дистанционной работой, это очень тяжело. Не говоря уже о том, что если вы вылетели на дистанционную работу, называется, с глаз дало и сердце вон. Переводят на нее, в первую очередь, тех сотрудников, от которых проще всего можно будет. А потом уволить, да? Уволить, конечно, да, отключили вас от корпоративного сервера и все. Плюс развернулась еще такая дискуссия, а зачем нам платить зарплату человеку, допустим, по московским меркам, если человек там в Калуге, да, сделает примерно ту же работу за меньшие деньги. Давайте наймем человека из Калуги. Вообще закономерно. За копейки. В Штатах вообще бешеная дискуссия по этому поводу. Там тоже есть такая проблема. Там есть такая проблема, условно, где там Джек Дорси, да, вот он говорит, нет, Твиттер будет платить, сколько платил, неважно. Мы покупаем работу по той цене, сколько она стоит. Сидишь ты на Аляске, сидишь ты в Неваде, сидишь ты. По-моему, одни из первых заявили, что они вообще возвращаться будут неизвестно когда. Они сразу, по-моему, объявили. Да, но, опять же, Дорси сказал, что наша позиция, неважно, ты сидишь в Бразилии, ты сидишь в России, ты сидишь, если ты у нас работаешь, да, мы тебе платим столько, сколько эта работа стоит. Вот мы строим бизнес-модель свою из этого, да. А уже, например, Зукерберг сказал, нет, если ты поехал, ну, одно дело, ты сидишь там в Пау-Альто, ты сидишь в Калифорнии с ее зарплатами, а другое дело, ты поехал в Луизиану. Ну, значит, будешь получать луизианские деньги. А почему мы тебе должны платить? Вот. И в России та же самая история, да. У нас есть, конечно, там уж не буду говорить про таких там маньяков-капиталистов, как из 19 века, как Безос, да, который там, реально, бешеная эксплуатация, Амазон построен на бешеной эксплуатации труда. И это все очень серьезно. И у экономистов вот нет сейчас такого вот единого мнения, что хорошо или плохо, какие будут там проблемы, да. Ну, вот американская политика, да, вот на уровне Министерства финансов, они говорят, нет, надо повышать, надо зарплату, надо держать, занятость, надо повышать. У меня просто интересный вопрос, я не знаю. В Америке тоже существует такой большой разрыв в зарплатах между разными штатами, как у нас там между Москвой и той же Калугой, там то же самое есть, да? Да. Да, да. А почему, например, в Европе такого нету, ну, во многих странах? Более компактная. Европа более компактная. Европа более, что у нас социал, более высокий уровень распределения, да. А Европа плюс законодательство, законодательство Евросоюза, оно направлено на то, чтобы вот подтягивать зарплаты, да. Не говоря, что если ты переехал, ты будешь получать. Европа в этом смысле более. Хотя человек, который там условно живет там в Париже или там в Большом Лондоне, конечно, он будет получать другие деньги от человека, живущего в провинции. Виднее всего по вот этим вот пособиям, по безработице, потому что их выплачивает штат, да. Я сейчас могу ошибиться с точной цифрой, да, но условно там в богатом Миннеаполисе, да, Миннесота, там штат хлеба с маслом, да, там в Иллинойсе, пособия по безработице, которую платит штат, они там раза в полтора выше, чем там в 1,8, по-моему, чем те, которые платит Луизиана. Там есть, да, огромные разрывы, да. Вот эти вот разрывы, да, потому что что такое пособие по безработице по-американски? Это как раз, что называется, плата человеку за то, что он не хватается там за первое попавшееся рабочее место, а вот он ищет работу, соответствующую его квалификации, да, примерно. Поэтому пособие платится вот такое. И да, конечно, разрыв. Самая большая зарплата, самые лучшие, высокие доходы это в больших городах, где вот есть технология спроса на высококвалифицированный труд в агломерациях. И все эти, вообще могу сказать, перефразирую там, сразу говорят, если бы дьявол что-нибудь хотел бы придумать вот для того, чтобы испортить мировую экономику, он не мог бы не придумать ничего вот лучше карантина в больших городах. Вот это совершенно, с точки зрения, совершенно сатанинское дело. Здесь Павел Дарвич, в трансляции, вспоминает по поводу сотовых компаний, которые нанимают операторов из регионов. Ну, вот эти удаленные колл-центры, которые есть не только у сотовых операторов, а у всех. Но это же хорошая, с другой стороны, история. То есть, для того, чтобы работать в компании крупной там с соцпакетом, тебе не надо переезжать в Москву. А кто сказал, что вы будете получать этот соцпакет, кто сказал, что вы будете получать эту высокую зарплату? Сидя в колл-центре. Ну, даже, может быть, там, сидя в колл-центре, вряд ли это очень большая зарплата. Ну, это, по крайней мере, работа, которой в твоем регионе может не хватать. Ее может не быть. Но еще раз, это происходит потому, что люди потеряли работу где-то в другом месте. Знаете, в чем дело? Здесь нет ситуации выигрыша. Конечно, замечательно, когда создается... Это, кстати, вот индийцы. Для них это большая проблема. Вот эта вот индийская нищета, да? И они говорят, ну, говорят, отлично, хорошо. Вот масса есть, там, в Индии есть колл-центры. Это прямо, не знаю, там, города, где вот люди там по-английски говорят. Вот корпорация занимает, люди сидят и отвечают по-английски. Вы звоните в какую-то техподдержку, там, не знаю, в Штат, а на самом деле оператор в Индии что-то там вам говорит. Вот. Это тоже спорно. Потому что это плохие рабочие места. Потому что это рабочие места, с которых ты никуда не поднимешься, гораздо... Экономики гораздо интереснее, чтобы человек поехал в большой город, чтобы он там выучился, чтобы он чему-то, извините, наблатыкался, чтобы он завязал какие-то дополнительные связи, чтобы он там тратил больше, да, чтобы он развивал... А если ты всю жизнь просидишь у себя там в своем отдаленном городе, разговаривая по телефону, да, а потом, когда и, вот, этот самый бот, который у нас очень часто уже, мы разговариваем вот в колл-центре, мы разговариваем с ботом с этим искусственным себе, как называемым. Не, я с ботом не разговариваю. Ну, вы не разговариваете, да, вы ждете оператора. Я сразу отказываюсь. Да, но вы понимаете, о чем я говорю, что постепенно вот эти вот ответы на вопросы, не будет нужна эта поддержка. Так что это все. Спасибо. Не очень. Да, Дмитрий Прокофьев рассказал нам о том, какое неприятное будущее нас ждет и в этом смысле. Мы не знаем, какое оно будет точно, но в целом, конечно, вот это нерадостное, все это история очень неприятная. Это точно нерадостное, что это общий тренд понятен. Все, со всеми прощаемся.